Героев многим работникам дали. Тут Шмагин, Илюшин, Лавренец, Семенюк. Должные им за работу создали. И тут Агафонов, доктор наук. Вячеслав Голубков, ветеран научно-производственного объединения «Наргомаш», в стихах собственного сочинения рассказывает о страницах истории предприятия, которому он посвятил более полувека жизни. Участвовал в разработке и производстве ракетных двигателей. А сегодня он и его бывшие коллеги, ныне ветераны предприятия, пригласили к себе членов движения общественной поддержки «Химки Интересно Жить» Михаила Раева и Николая Томашова, чтобы обсудить с общественниками инициативы по улучшению облика города. В первую очередь ветераны предложили создать в городе музей, который объединил бы историю всех химкинских предприятий космической отрасли под одной крышей, куда люди смогут свободно приходить на экскурсии. Ведь попасть в действующее музейное «Наргомаше» и НПО имени Лавочкина не так просто. Это режимные объекты и визит на предприятия требуют согласования. По словам Михаила Раева, эта важная идея пополнит перечень социальных инициатив. У нас инициатива была реконструкция и ремонт Олега Героев. Вторая инициатива была создание музея космонавтики, который объединит три наших городообразующих космических предприятия. Естественно, все это рассмотрим, все это опять будет загружено на сайт голосования. Если жители сочетную нужды, если нам такой музей в округе нужен, значит тому быть. В марте члены движения общественной поддержки уже встречались с активными сотрудниками предприятия. Тогда работники авиакосмической отрасли внесли самые разные инициативы. В том числе химчане предложили создать вечернюю хоккейную лигу, организовать обучение детей правилам безопасности на дороге, оборудовать дополнительные площадки для выголу собак и обустроить зону отдыха у реки Химка для ловли рыбы. После таких собраний ветераны предприятий тоже захотели выдвинуть свои инициативы. На линии героев, портреты, которые находятся, их всего 11 портретов, они систематически падают. Крепятся они там шурупами к деревяшкам. Были высказаны пожелания по поводу аллеи наших героев, чтобы там закрепить таблички, сделать их такие на века, так как уже с годами они пришли в неподобающее состояние. И были озвучены еще некоторые вопросы, которые мы с Михаилом Михайловичем Раевым тоже взяли, скажем так, на контроль и их проработали. На сегодняшний день собрано более тысячи инициатив от сотрудников крупнейших предприятий города. Голосование по ним начнется в ближайшее время. Пока вопрос с ремонтом аллеи трудовой славы находится на этапе инициативы, активисты движения общественной поддержки решили уже сейчас организовать субботник на аллее, чтобы благоустроить территорию. Всех желающих участники приглашают присоединиться в субботу. А 12 апреля там отпразднуют День космонавтики.